всемирная паутина один из самых распространенных путей по которому сегодня в террористические группировки привлекаются новые члены основная ставка здесь делается на молодежь ужас один из тех кто попал в капкан вербовщиков именно так в 2016 году из родного города семей он приехал в столицу на заработки здесь по доброму совету начал изучать религию но в мечеть не ходил и к мамам не обращался источником его знаний был интернет слушал пропагандистские аудио-видео записи радикалов и сам не понял насколько быстро стал их последователем и в мечеть не ходил в просторах интернет-пространство начал читать изучает слушать таких шейхов как абу яхья крымский саид бурятский абу яхья крымский и саид бурятский считаются идеологами радикалов пропагандировали вооруженный джихад они там использовали буквализм то есть когда они вырывали из контекста а то ли ну какую-то определенную информацию передавали так как это им это необходимо мало того они использовали подмену понятия подмена религиозных понятия из-за своей религиозной неграмотности люди оказались в ловушке миссионеру здесь данной ситуации конечно должны работать и теологи и психологи а вторая мотивация эмоциональной привязанности к лидеру либо филе на группе познакомился с одним человеком у него были салафитские воззрения и он мне начал отправлять видеоролики такие экстремистские после чего у меня такие появились такие воззрения так сказать радикализировался превращая религию в идеологический инструмент вербовщики формируют у жертвы террористические взгляды сама жертва как правило не оценивает адекватно ситуацию под таким планомерным губительным влиянием оказался и улжас впоследствии его новый знакомый выехал в сирию присоединился к террористической организации а сам улжас продолжил поддерживать с ним связь рассказы о вечном рае сподвигли молодого мужчину на хиджру то есть переселение но перед этим по инструкции якобы амиров чтобы доказать твердость своих намерений он должен был совершить важную миссию они мне предоставили свои доводы аргументы что у религиозный что я должен помогать этой уме и я согласился так как нуждался в материальной помощи жертвами вербовщиков чаще становятся малообразованные люди ищущие религиозные знания в интернете молодые люди с неокрепшей психикой подростки склонные к максимализму люди с повышенным уровнем внушаемости люди находящиеся в состоянии кризиса или сильного стресса люди с суицидальными наклонностями потенциальные самоубийцы посетители религиозных сообществ не дающих фундаментальных знаний самые весомые аргументы вербовщиков для привлечения потенциальных жертв прощение всех грехов совершенных ранее жизнь с чистого листа членство в мусульманской общине и спасение от одиночества когда ужас был уже достаточно обработан ему поручили ответственное задание но перед этим заставили дать боят клятву верности подобной присягой там же в интернете слушатели подписывают себе приговор после того как я дал присягу клятву на верность не было поручено купить химические компоненты для взрывчатого устройства когда уже поехал покупать уже начала примена осознавать на что я иду на следующее не был задержан сотрудниками правоохранительных органов что можно делать через социальные сети во-первых показать себя жертв да то есть героизация тех действий которые они происходят их оправдывание легитимация да то есть то что мы делаем это правильно то есть раз нас ущемляет потом мы взрываем это наш ответ на то что нас ущемли потом идет призыв и непосредственно вербовка членов и вот этот алгоритм он очень хорошо усвоился эти люди они я думаю даже привлекали профессиональных психологов улжас сейчас рад что ему вовремя надели наручники и он не успел свои руки выпачкать чужой кровью в исламе говорится убить одного все равно что убить все человечество чума 21 века это вот интернет шейхи для того чтобы обезопасить себя естественно что мы всегда говорим и всем кто хочет изучать ислам нужно изучать ислам именно тот ислам или тот мозгап которые преподаются в этом месте в этом государстве то есть тот мозгап в котором который присутствует исторически в этом месте ты должен следовать ему потому что это мозгап твоих предков это была большая ошибка с моей стороны хочу сказать чтобы молодежи казахстана приобретали знания религиозные знания также получали искали ответы мечетях улжас осужден по нескольким статьям в общей сложности срок его наказания составляет 9 лет два года он уже отсидел за это время благодаря работе проводимой заключенными его статуса он поменял свой взгляд на жизнь теперь он мечтает поскорее вернуться на волю создать семью маму свою на деле убедить что он может быть достойным сыном они источником ее слез